По оценкам экспертов фонда города без наркотиков, ночной клуб «Люк» Мыши Ленин считается местом, где наркотикам торгуют не то что бойко, а свиробойко. Вообще же не секрет, что большинство ночных клубов живет за счет наркотиков, ибо клубы нерентабельны, как правило, не окупаются входными билетами и прохладительными напитками. При этом как бы считается, что владельцы клубов не знают о наркоторговле. К примеру, когда драгодилер-барыга, то есть приходит начальнику жаловаться, как-то у нас план продажи порошка не идет. «Не-не-не, машет руками начальник, не знаю ничего, знать не хочу, только денежки оставь». Да, ну к «Люку». Точка удобная, клуб работает круглосуточно, круглые сутки бьются, как мухи-наркоманы вокруг «Люка», барыги трудятся. При этом фейс-контроль на входе, обсаженный нарк, заходи, а нормальному человеку попасть туда трудно. Туалеты завалены шпирицами, в отдельном згудке тут же сношаются, добро пожаловать в ад. И кто же заправляет в этом славном месте? Дискотека БР принадлежит ООО «Аврураэм», которая зарегистрирована по адресу «Роза Люксембург-22а». Директор Денис Плотников, учредители тот же Денис Плотников и Ралдугин Дмитрий Владимирович. Ой, какая известная фамилия. До 98-го года полковник милиции Владимир Ралдугин, папа, стало быть, возглавлял в ГУВД борьбу с экономическими преступлениями. Он же инициировал, еще будучи на этом высоком посту, создание фонда «Порядок», фонд социальной помощи и экономической стабильности. Так вот, этот фонд является вышестоящей организацией для ООО «Аврораэм», «Чейлюк». Фонд «Порядок» как бы осеняет своим крылом наркоторговлю. А в учредителях фонда кого-то там только нет. Уральский коммерческий индустриальный банк, СКБ «Банк», Ревзинский завод по обработке цветных металлов, «Уралэлектромедь», строительная компания «Урал-Е», «Зао Минтранс», Екатеринбургский муниципальный банк, куда же без него, промышленно-страховая компания, производственно-коммерческая фирма «Арника». Это что-то насчет медицины, надо полагать. Агентство коммерческой безопасности, ООО «Атриум», что, кстати, в буквальном переводе с латыни означает «Помещение черное откопа», «Театриум». ООО «Жиркомбинат» и «Месокомбинат Екатеринбургский». Пресс-служба ГУВД объяснила, что никакой ответственности за своих бывших сотрудников ГУВД не несет. И это уже воля Ралдугина, чего хочет, то и делает. Хочет сыну клуб, пожалуйста.